Друзья, всем привет! Сегодня я отправляюсь смотреть мероприятие, называется «Нокруг света». Сегодня начало. Оно длится целых 9 дней. Я сегодня буду смотреть площадку. У меня ждали Министерство обороны. Это напротив реки Москвы. Надеюсь, я сейчас его найду. Ладно, друзья, поду искать. Друзья, ну что, вот нашел дорогу. Мне дорогу показали вот эти красивые девочки. Сейчас мы идем в сторону реки Москвы. Ну все, пойдем. Друзья, парк Горького. Буду смотреть со стороны парк Горького. Сейчас внутрь захожу и иду на набережную. Вот. Друзья, все, я нашел здание. Сейчас иду прямо и налево, сказали. И будет Министерство обороны. Здание, Министерство обороны. Друзья, посмотрите на их премплему, вот. Рекламу. В Международном фестивале Круг Света. Слова! Ух! Слова! Прямо! Ступ нового фестиваля собрала в Москве сильнейшие команды профессионалов из Европы, Азии, Америки, чтобы продемонстрировать вам свое мастерство в области светового шоу, видеодизайна и мультимедиа. В этом году фестиваль продлится дольше, чем предыдущие. На 9 вечеров столица превратится в настоящий город света. Каждый вечер мы будем представлять вам целую серию консталиаций. В год 70-летия Великой Победы, в год литературы в России, Московский международный фестиваль «Круг света» и Министерство обороны Российской Федерации представляют новое световое шоу. Дать несметные богатства, поразить своей красотой, но только одного не может – сама защитить себя. Поэтому наш народ с незапамятных времен особо ценит. Ратный труд во имя защиты. Древнейший памятник русской литературы повествует о неравной битве князя Игоря и его дружины с половецкой ордой. О том, как пали наши воины, как был взят в плен князь, но не стал служить врагу. И как смог бежать он и вернулся домой, где ждала его верная Ярослава. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет Иванович Нахимов и Владимир Алексеевич Корнилов. Чтобы защитить город от вторжения с моря, было принято решение затопить русский плод, закрыв тем самым вход в бутылку. Обороне Севастополя было посвящено первое сочинение офицера Льва Толстого, участник и героя тех событий. С севастопольских рассказов началась его литературная слава. Продолжение следует... С тех пор, как в России существует регулярная армия, ее славное офицерство знаменито не только бессмертными подвигами на полях сражений. Русские офицеры принесли славу своей родине, как бесстрашные и неутомимые следователи мира, нанесли на карту планеты открытые ими моря и земли. Одним из основателей русского географического общества стал Иван Федорович Крузенштерн, офицер Балтийского флота, глава первой русской кругосветной экспедиции. Корабли Крузенштерна и Лисянского, Нева и Надежда первыми бросили вызов океанам и морям, в которых никогда прежде не появлялся русский Андреевский флаг. Через три года героического плавания корабли вернулись в родной Кронштадт. Всю жизнь посвятил изучению бескрайних просторов Азии русский офицер Николай Михайлович Пржевальский. Он стал первым европейцем, побывавшим в отдаленных уголках Средней Азии, Тибета, пустыни Гоби. Им были открыты многие виды растений и животных. Субтитры создавал Иванович Кузнецов, директор Азии, Тибета, пустыни Гоби. Субтитры создавал Иванович Кузнецов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok